Народ, привет! Как оказалось, предыдущее видео зашло большому количеству людей, был отклик, была критика, были комментарии, были звонки, были вопросы. Мне очень приятно, что вам понравилось, и я решил снять следующее видео, в котором я уже буду выражать свое мнение. Оно не будет так затянуто, как было предыдущее видео, оно не будет длиться 43 минуты. В этом видео я расскажу, почему необходимо ходить на выборы, почему необходимо голосовать, и приведу простой пример, который, надеюсь, вам даст небольшую, но ясность в этом вопросе. Итак, что мы имеем применительно к изменениям Конституции? В изменениях Конституции написано, что в случае, если изменение на общероссийском голосовании одобрит большая половина граждан, которые посетили это общероссийское голосование, вернее, приняли участие в нем, то тогда проект поправки Конституции будет принят. В случае же, если его не одобрят, то часть первая не будет принята. Как это работает? Работает это очень просто. Вот, предположим, есть у нас район. В районе проживает тысяча человек. Из этой тысячи, как показывает практика, большинство людей аполитичны. Соответственно, ходит на выборы и голосует меньшинство. То есть, за пример возьмем, что это меньшинство составляет 100 человек. То есть, голосующее, голосующее, я подчеркну, уже будет не тысяча, а голосующее лишь 100. То от этой сотни, естественно, кто-то будет настроен положительно, кто-то будет настроен отрицательно. Соответственно, если 51 человек от этой сотни будет за поправки в Конституцию, то поправки примут. Если 51 человек будет настроен против поправок и проголосует, соответственно, за них против, то поправки не примут. Как мы видим, пример довольно показательный и простой, так как голоса всего лишь 51 человека из 1000 сыграли важнейшую роль. Многие, даже мои знакомые, говорят, что зачем ты ходишь на выборы, зачем вообще, в принципе, на них ходить. Вот этот пример иллюстрирует то, что в некоторых случаях меньшинство может решить тот или иной вопрос. Именно поэтому я считаю, что на выборы ходить необходимо. Потому что выборы – это ваша возможность выразить свою позицию. Ваша позиция может быть любой. Вы можете поддерживать что-то, вы можете не поддерживать что-то. Но, возможно, случится так, что именно ваш голос будет решающим в тот или иной момент. Я надеюсь, что это видео хотя бы немножечко, но дало понимание вам того, как проходят выборы. В частности, как они будут проходить 22 апреля. Соответственно, я считаю, что 22 апреля необходимо сходить на выборы и выразить свою позицию. Всем добра!